Ученые из России выяснили, как можно быстро и безопасно уничтожить тромбы. Ученые из России выяснили, как можно быстро и безопасно уничтожить тромбы. 14.31 В крови. Москва, 5 Мария Новости. Исследователи из МФТИ и научно-медицинского центра гематологии Минздрава РФ создают ультразвуковой гаджет, который позволяет быстро находить и уничтожать тромбы в кровеносных сосудах, не подвергая риску весь организм. Его описание и первые итоги тестирования были представлены в журнале. Мы выбрали ультразвук в качестве метода мониторинга свертывания крови, так как он не инвазивен и позволяет производить измерения в глубоко залегающих крупных кровеносных сосудах, тромбообразование в которых наиболее опасно, рассказывает Дмитрий Ивлев, один из авторов работы, сотрудник НМИЦ гематологии МЗРФ. Формирование тромбов на поверхности артерии и вен считается сегодня одной из главных причин возникновения инсультов и инфарктов, а также связанных с ними смертей. Подобные сгустки свернувшейся крови периодически отваливаются и начинают путешествовать по кровеносной системе. Часто они закупоривают сосуды, что приводит к смерти человека или кислородному голоданию отдельных органов или тканей. Недавно ученые начали создавать различные приборы, которые позволяют находить подобные пробки в сосудах, используя импульсы лазера или ультразвука, а также безопасно удалять их, используя световые щипцы. Пока они не вошли в медицинскую практику, и врачи вынуждены использовать различные препараты, растворяющие все тромбы в организме и поэтому крайне опасные для жизни пациента. Фото, пресс-служба МФТИ Дмитрий Ивлев держит в руках чашку Петри с фибриновыми тромбами. Фото, пресс-служба МФТИ. Дмитрий Ивлев держит в руках чашку Петри с фибриновыми тромбами. Как передает пресс-служба МФТИ, Ивлев и его коллеги выяснили, как можно объединить плюсы от того и другого подхода к борьбе с тромбами. Они объединили ультразвуковой детектор тромбов с компьютерной системой, которая вводит антикоагулентные препараты в организм человека или подопытных животных сразу после того, как над ней проплывет оторванный или формирующийся тромб. Ее работу ученые протестировали на своеобразном симуляторе кровеносной системы на боре из нескольких замкнутых трубок, через которые помпа прокачивала донорскую кровь с небольшими кусочками свернувшейся крови. Ультразвуковой детектор должен был определить их присутствие и ввести минимальное количество лекарства в кровоток, достаточное для растворения сгустков. 15 сентября 2016 года, 14.39. Физики из МФТИ научились уничтожать тромбы при помощи лазера. Физики из США, Германии и России разработали технологию, позволяющую находить и уничтожать беглые тромбы в сосудах, не вскрывая тело человека, при помощи лазерного луча. Как показали эти опыты, подобная установка может находить тромбы еще на ранних этапах их образования и разрушать их еще до того, как они станут опасными для жизни человека или кровоснабжения отдельных органов тела. Для этого достаточно даже самых минимальных доз антикоагулянтов некоторых типов, что снижает степень их опасности для организма человека. Как надеются ученые, их открытие позволит спасти жизни многих больных, подключив их к аналогу современных инсулиновых помп, включающихся в тот момент, когда концентрация сахара в организме диабетиков достигает некой критической отметки. В связи с прогрессом в области создания компактных ультразвуковых датчиков наша работа открывает возможность создания носимых на теле устройств для оперативной помощи пациентам с высоким риском тромбообразования, заключает Георгий Гуре, коллега Ивлева и профессор МФТИ.